ДОТА 2 ВО И сегодня я, Козел 0.1, помогу вам разобраться в скилле Outworld Devourer Sanity Eclipse. На экране вы сейчас можете видеть характеристики этой способности. Что ж, давайте начнем с основных параметров. Ультимейт ОД имеет рейндж, основанный на уровне ультимейта. 375, 475 и 575 соответственно. Этот рейндж вы сейчас можете увидеть как окружность вокруг героя. Такие же пироги с расстоянием, на которое может кастовать ульт ОД. Оно растет с уровнем способностей и составляет 600, 650 и 700. Время каста ультимейта 2,3 секунды, так что вы сможете его отменить, если знаете, что делает кнопка С. Теперь перейдем к деталям. Давайте разобьем действия ульты на две части. Первая будет распределение урона. Как и написано, находим разницу интеллектов. 54 единицы. Множитель на третьем уровне ульты составляет 10 единиц. Что ж, умножаем. И не забываем про врожденную защиту от магии. 25%. Вторая часть. Смотрим, отнимается ли 75% маны. Граница на третьем уровне 50 из вилен. А разница, которую мы нашли, 54. Конечно же, больше, чем граница. А это значит, что мана остается у врага в кармашке. Да, и не забываем, что вы забираете 75% маны от того количества, которое он имеет в настоящий момент, а не от максимального значения. То есть вы никогда не сможете отнять у него всю ману полностью. И последнее, что можно добавить насчет навыков, это то, что калдаун составляет 2 минуты 40 секунд. Или 160 секунд. Кому как нравится. То есть за средний матч в 50 минут максимально вы можете использовать ультимейт 18 раз. А это не так уж и много. Мы сделали простую таблицу, на которую вы можете опираться, чтобы рассчитать урон. Все значения мы писать не стали, так как все равно запомнить их нереально. Рассмотрим таблицу. В этой колонке содержится значение разницы интеллектов ОД и врага. Тут у нас множители, которые указаны в описании. Множитель 11 относится к тому случаю, если вы с аганимом. И последняя колонка позволяет увидеть, отнимется ли 75% маны у оппонента. Уууу, настало время рассмотреть, как влияют предметы на ультимейт УД, их особенности и свойства. Если вы не фаворит долгих повествований, то вы можете пропустить эту часть. Или посмотреть в правый угол экрана, где будет твориться всякая сумасшедшая ересь. Так, табличку я подписал. Вот какой я молодец. Но единственное, что стоит упомянуть, таблица рассчитана, чтобы посмотреть, насколько будет эффективен предмет по отношению к ульте. А вот последняя колонка, полезность, отражает эффективность для персонажа в целом. Сказо Вайс. Тот же Хекс. Цена кусается, да причем как американский питбультерьер. Самый полезный итем в лейте. Помимо того, что прибавляет 35 единиц интеллекта, имеет тучу преимуществ. Эдакий мастхэв. Собирается сложно, но эффективно и стремится к максимуму. Шива. Еще один полезный предмет, который даст вам нехилую прибавку к мозгам. Собирается полегче, чем Хекс, но все равно довольно сложно. Очень ситуационный предмет, поэтому 3 звезды. Арчит Малэваланс. Отличный итем, я считаю, что намного лучше всяких форстафов. Собирается несложно и цену оправдывает, да еще и дополнительные 30% урона. Пятерчик. Родувац. Прибавка к интеллекту солидная, но вот. Пользы маловато. За медлой это хорошо, но пока соберешь, никто убегать уже не будет. Все будут прибегать. Но вы можете не согласиться, тоже довольно ситуационный предмет. Если прет, то берите смело. Рынка. Полная и беспросветная херня, на детстве особенно. Собирается сложно. Лучше купить Хекс за те же деньги. Вейла в Дискорд. Помогает отточить тактику, ультанул и убежал. А если серьезно, предмет для команды, которая дамажит ауешками и магдамагом. Средненькая прибавка к интеллекту, но из ульты получается отличная полевушка. Йол. Не знаю, зачем я его вообще сюда добавил. Так, Этериал. Но это уже так, чисто поржать. Аганимыч. Ну, тут все ясно. Единственное, что его стоит покупать вторым, третьим, а то и четвертым итемом. Так как увеличенный мультипликатор хорош только тогда, когда много интеллекта. Барабаны. Хорошая тема, особенно если вы знаете баг, связанный с итемом и вашей пассивой. Довольно полезный предмет. При игре в команде покупается, естественно, в начале, собирается легко, но его полезность именно этому персонажу слегка сомнительна. Рефрешер. Ну это ты совсем сожрался. Нул Талисман. Отличный предмет для буста интеллекта в начале игры. Как он отслужит свое, можно затарить догон. А вот и сам догон. Если вливать все деньги в его прокачку, то надо быть Абрамовичем. Ну, если уж начал, то продолжай. А так уж лучше Хекс или Арчит. Таааак, не Креномикон. Ммм, три звезды розыска полиции, потому что очень ситуационный итем. Дорогой, малая прибавка к интеллекту и вообще пусть саппорт собирает. Как же избежать урона? Ну, тут все стандартно. БКБ и остальные предметы, которые делают вас невосприимчивым к воздействию извне. Ну или подобные скиллы. Кстати говоря, Астрал самого Дестра не спасает от урона. Да, и с помощью манты тоже избежать урона можно, но сложно. Еее! Ха-ха-ха! Успел! Надеюсь, вам понравился этот эпизод, ребята. Если так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вас ждет еще много, много интересного. А я с вами прощаюсь. Удачи и успехов!